Мун Монин, друзья, с вами Макс Амира, и сегодня мы посмотрим карту Дженнифер Лопес, и это прям вот четко настоящая карта актрисы. Пойдем куда-нибудь в пятницу, посмотрим баскетбол, поедим пиццу, я постараюсь не приставать. А почему я должна соглашаться? Я не такой, как все. Да ну? Какого цвета у меня глаза? Почему именно ее я хотел разобрать? Ну вообще артиста, актрисы, у нее Венера в тельце, в первом доме, женщина-подарок. Плюс она меняется знаками с Луной, Венера-Луна, да, это еще больше усиливает ее артистизм, поэтому у нее карьера актерская сложилась, не у всех певцов она складывается. Если честно, я вам скажу, она больше актриса, чем певица. Голос, тембр у нее не поставлен, я так как сам много преподавал вокал много лет, и честно говоря, слышно по ее песням, потому что она не сильно, в принципе, над голосом работает, она работает над ритмикой. То есть она любит танцевать, и над ритмикой голоса, да, работает, она интересная. Ну вот тембр, само звукоизвлечение, видно, что человек просто недоучен. Поэтому звучит это, конечно, так себе. Просто у нее очень крутые аранжировки, поэтому слушать интересно. Вот, философский склад ума присутствует, глубокое погружение в любое знание, изучение себя, Юпитер-Кету в пятом. Вот, Марс в седьмом. Ну, это у нас вот там отношения, я представляю, да, там со Скорпионом, думаю, весело. Марс в Скорпионе. И я думаю, она может там жестить. Марс с Сатурном, она катком может переехать. Вот, поэтому, по сути, на самом деле, это баланс с Венерой в первом. Структура есть, то есть когда человек свой творческий потенциал может уложить, так скажем, в эту йогу инженера, где нужно технически четко все сделать. Например, для актера, для артиста это шикарное положение. То есть он не должен к себе слишком сильно людей допускать, у него должна быть какая-то защита. И защита в седьмом доме у Дженнифера Лопеса стоит. У кого ее не стоит, у которого там все раскрыто, такие люди, они очень могут сильно пострадать из-за своей деятельности, потому что их окружает огромное количество людей, влияние. То есть они, если будут допускать людей там в свое поле, то у них постоянно, постоянно будут, ну, так скажем, психические срывы, алкоголь, наркотики, все это приходит именно по причине того, что седьмой дом, да, открыт для всех. А вот здесь как раз он не только не открыт, он еще и может пару ласковых тут тебе сказать. Вот, у нее есть соединение бизнесмена в третьем доме, она хороший организатор. Во второй дом это все выходит. Она, в принципе, могла бы сама организовать процессы, продюсировать, у нее все это есть в карте. Потому что Юпитер выходит в одиннадцатый, это продюсеры. Вот, коучить она тоже может у нас сегодня уже. Просто вторую карту разбираю, Мэрилина Мэнсона смотрела. Им надо, короче, Мэрилин Мэнсон должен с Дженнифер Лопес сделать вместе какой-то совместный курс, реально. У них у обоих Юпитер Кету, и у обоих выходит в дома денег. Это прям интересно. Может быть, мы реально во второй части жизни у этих людей заметим, что они придут вот в эту другую сферу. Сатурн, конечно, у нее такое необычное впадение. Обычно такие люди могут сильно менять свою жизнь, вот прям кардинально. То есть она может, например, сменить вообще полностью свою карьеру. Там была актрисой, станет, ну, опять же, тем же коучем там. Или, не знаю, там, тревел-блогером, еще что-то. Ну, то есть я не удивлюсь, если она вдруг переключится. Потому что вот в Сатурном впадении люди часто переключаются. Что касается ее луны Вишакха, ну, чистое положение артиста. Вишакха, кстати, у Высоцкого вот это переживание эмоциональное. Люди любят крайности. Это вот такая Накшатра вдохновение, где человек прям по максимуму испытывает ощущение удовольствия и боли. И это для актеров, для музыкантов шикарно, на самом деле, Накшатра проживать, да, вот это все с публикой. Все это присутствует. Вот, поэтому луна с Венера у него просто шикарная, как у артиста. Защищен седьмой дом, закрыт, что очень круто. Есть философия, что очень важно. И есть умение организовывать процессы. То есть это не в чистом виде карта человека, который там вот такой вот творчески витает в облаках. Он сам может организовать, кого хочешь. Поэтому тут еще Меркурий с Кету, техническое соединение, да, то есть это еще больше усиливает ее возможность организации. Но опять же исследования древних наук, истории, Меркурий и Кету в пятый дом уходят. Намеки идут на то, что все-таки она может быть этим тренером, коучем, она может девчонкам рассказать, как она всего добилась. Я думаю, что это будет стоить огромных денег. Я не представляю, сколько могут стоить ее курсы, да, с ее вот этой карьеры в кинематографе и в музыке. То есть любая девушка мечтает так выглядеть, как она. И вы знаете, она, кстати, выглядит хорошо еще благодаря тому, что у нее есть положения, которые балансируют ее эмоциональность. Потому что Луна с Венеры – это такая себе йога, которая усиливает эмоции, и это приводит к старению. А Марс с Сатурном как раз делает ее более жесткой, более четкой, ограничивающей себя в эмоциях. То есть дом коммуникации седьмой все-таки выравнивает эту позицию. Поэтому это очень важно. Если вы хотите выглядеть молодо, то вы должны контролировать свои чувства и эмоции, развивать интеллект, потому что это, с точки зрения ВЕТ, показатель человека осознанного, разумного. Да, это контроль эмоций. Если вы их не контролируете, то это приведет к старению, к разрушению нервной системы. Ну и, естественно, плохо влияет на отношения. Она с Беном Афликом все-таки смогла их выстроить. Хоть первые отношения у них были разрушены, но она не готова была. Кстати, интересно, они встретились через 20 лет. Может быть, у нее действительно было такое время, когда она еще пока не готова была к браку. У нее очень много переживаний брак вызывал. Потому что седьмой дом, то есть ее седьмой дом, он очень сильно такой защищенный от вмешательства. И для нее брак – это достаточно сложная штука. С кем-то нужно что-то делить. Поэтому, конечно, переживал, она так нормально. Вот. Так что вот такая карта у нас актрисы. Ждем открытия курсов Дженнифора Лопеса. Будем с удовольствием наблюдать за ее карьерой. И пожелаем ей, чтобы она так же выглядела прекрасно еще много-много лет. Так что с вами был Макс Амира. Знания – это сила. Не забываем подписываться на канал Джотиш-27. Это канал нашей школы. Там много разной информации, прогнозов. Так что буду рад всех видеть. До новых встреч.